Добрый день! Здравствуйте! Сегодня приготовим яблочный штрудель. Вот такой, мини штрудель. И для этого нам понадобится, конечно же, слоёное тесто. Рецепт слоёного теста вы можете посмотреть на моём канале, который можно приготовить, оставить в морозилке, а когда вам нужно, взять и использовать. Для этого нам ещё понадобятся яблоки, сахарный песок и корица. Сахарный песок можно не использовать, использовать только корицу, и он вам заменит сахар. Ну что ж, давайте начнём. Первым долгом нам надо, конечно, убрать сердцевину. Я не использую никаких инструментов, кроме овощечистки. У меня есть специальный, который я занимаюсь, чищу только фрукты. И прямо им же я удаляю сердцевину. Таким образом. С одной и с другой стороны. Теперь нарезаем их тоненько, вот так, миллиметра два. Выкладываю на противень и отправляю в духовку минут на 10-15, чтобы выпарился лишний сок, лишняя влага. А тем временем раскатаем тесто. Тесто было в морозилке. Мы её достаем. Оно отошло. И раскатываем вдоль и поперёк. Нельзя тесто раскатывать куда хочу, туда верчу, как говорится. Раскатываем так, чтобы у нас получились хорошие, слоёные кусочки. Разделяю на квадратики. Это зависит от вас. Хотите, разделите вот это тесто на 4 части. Тогда у вас получатся большие штруделя. Я делаю маленькие. Так, на один зубок, скажем. Так. И всё. Нарисаю. И дальше будем формировать наши штрудели. Теперь, когда у нас уже готовы яблоки. Видите, они как подсохли. Вернее, не подсохли, они просто отдали лишнюю влагу. Можете взять изюм. У меня здесь стружка миндальная. И корица. Сделать комбинацию и собрать ваш штрудел. Я буду выкладывать по 2 яблочка. Одно яблочко буду окунать в корицу. Посередине 2 изюминки. И чуть-чуть миндальной стружки. Теперь беру и закручиваю один раз тесто. Таким образом у меня получаются вот такие штрудели. И укладываю на пистолетную бумагу. Сейчас мы будем резать с вами вместе. И вы увидите всё, как это делается. То есть, как разрезали пополам. Делаем полосочки. Выкладываем яблоки. Яблоки окунаю в корицу. Изюм. Миндальная стружка. Можно не заморачиваясь, просто не закручивая. Складывать вот так. Можно закручивать. И соединяю эти концы. Вот получаются такие штруди. Если у вас тесто толстое, вы хотите тоненькое, то можете его распластать. Если же это был бы кругом, то мы бы делали немножечко по-другому. Опять же, яблоко в корицу без сахара. Здесь нет сахара. Вы скажете, в тесте тоже нет сахара. Ну, те, кто не хотят сахара, кому вреден сахар, может делать так. Вам достаточно двух-трёх изюминок. Вот это и будет то, что вам даст сахар. Яблоки тоже сами по себе сладкие. Не так ли? Это полезная пища. Сейчас мы сделаем сладкие тоже. И так продолжаем. Давайте сейчас сделаем одну сладкую. Для того, чтобы сделать сладкую, просто надо насыпать сахар на песок и всё. Если бы заранее можно было бы сделать начинку, конечно, с мёдом можно сделать начинку. Давайте вот этот окунем чуть-чуть в сахар. Видите, вот совершенно немножечко. Следующее окунаем в корицу. Вот таким образом. И уже сюда не кладём изюм, а просто посыпаем орешком. Можно без орешка, просто яблоки. Выпекала я 180 градусов. Заранее разогретая духовка. Минут 20-25. Смотрите по цвету. Сверху можно смазать чуть-чуть яичным желтком. Или же после окончания, если вам не противопоказан сахар, посыпать сахарной пудрой. Слышите хруст? Надо обязательно покурить. Я хочу отломать, чтобы вы видели, какие они внутри. Они внутри не мокрые. Достаточно. Внутри яблок. То есть, если тут нет сахара, это не значит, что это невкусно. Тут есть корица, тут есть изюм, яблоко. Ну, сейчас снимем пробу. Я советую. Обязательно приготовьте. Ну, вы знаете, что такое струйзель. Но то, что его можно готовить без сахара. И сверху даже я не посыпаю сахарной пудрой. Ещё раз советую. Не готовьтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписан на канал. Я уверяю, вы будете готовить по моим рецептам. И вам будет всё нравиться. Спасибо, что досмотрели до конца. А пока, пока-пока. Не забудьте поделиться видео. До свидания. Всего вам доброго. Продолжение следует...